коллеги доброе утро спонсор сегодняшнего выпуска компания фомока которая из своих запчастей собрал такой чудный автомобиль фортедж и поэтому у нас сегодня ролик про фортедж а ну еще ромка спонсор нашего сегодняшнего выпуска который смог купить такой чудный автомобиль и нас сегодня надо закончить сварочной работы и начать какие-то сборочные в общем компании фомока и руки ромки отдельный провед сейчас я только пришел печку растопил чайчик нагреется и будем варить зачищать и тут не посылочка пришла с алиэкспресс давайте посмотрим что за бред виталька купил себе надеюсь эта вещь будет нам пригождаться в ремонт а может и не будет вау какие классные штуки какие классные штуки тугие хорошие разные 6 8 штучек знаете зачем это хорошие штучки такие прищепочки на одной стороне резиночка довольно такая жестенькая жесткая резиночка а на другой стороне прорези и вот их много с разными прорезями разная ширина прорези а зачем это мы узнаем когда нибудь в наших следующих видосах увидел этот дел что есть оказываются такие чудные штуки и не захотелось купить не помню сколько долларов 20-30 стоит месяца два и шло но я думаю нам эта вещь сами пригодится нет муха какая классная ну ладно сейчас я попью кофе и будем начинать работать а чемоданчик думаем до нашего следующего ремонта автомобиля когда понадобится тогда все и узнаем почти час прошел значит что сделал зачистил все что полуавтоматом варили зачистил и полуавтоматом тут тут днищ прошел все все точки и вот палочка мешала 4 не дошел ну надо сбить бугорки потому что варишь оттуда а все равно точки вываливаются большой токи и это паровар называется сейчас вот здесь зачистил вы знаете сейчас осталось вот эту часть отрифтовать днищу там под подаваривать туда же еще лонжерончик уйди по 3 под под оторвался раз оторванная два три четыре точки оторваны там вроде все целенько ерунда осталось но эту штуку приварить нас знаете там как говорят сделал машину за неделю но если будет очень такой же удар сделаешь за четыре дня у меня ситуация что если мы сделаем эту машину за пять дней до к примеру тот следующую работу я не сделаю за пять дней за дни 6 7 потому что то что сварка вот а вот там килл 12 я так вчера и натягался мне так всю болит я вчера раком здесь полдня стоял и сейчас чтоб зачистить весь внутряк было подходов пять-шесть зачистил 20 сантиметров пошел блин посидел потому что ой как спина с поясницей болит трубец все-таки в 25 лет было попроще поэтому если следующая работа догадут фига так буду спешить я просто вам спешу как бы знает можно было вчера полно вообще не доварить выйти сейчас в свободном режиме доварить но мы же спешим мы же спешим куда-то что тут нам надо сейчас делать а доварить сантом доварим давайте эту часть отрихтуем где-то она вот здесь как вы поняли сегодня интересного ничего не будет я буду варить чистить рихтовать и собирать потихоньку автомобилю как кривая штука ромка отчеты новую не купил не стесняйтесь люди покупайте новый зачем вам такая жеваная кривая вещь ром кого отклипал даже подходит цинка вам загрунтовал чертами и прикручиваем полностью усилитель поставил усилитель я не знаю в центр ли я поставил относительно черной панели вот ту часть которая двигается просто здесь в усилителе не регулировки нету и как бы изначально поставил вроде бы в центр но она опустилась то есть по нивелиру показывала так поэтому пришлось отпустить все четыре там же отверстия большие квадратной панели и приподнять дом кратиком но потом зажал до уровня то есть уровень одинаковый пофиг в центре она не в центре потому что панель то в центре ну по нивелиручку было а как то стало мне неважно не было чтоб у конечный элемент который не крепится был центре все есть теперь обвариваем вот точки ухты и смотрите почти точки совпали вдали сам шоке так реально совпали вот это мы забыли зачистить вот это мы молодцы ладно сейчас обварю приварил зачистил погрунтовал под собрал просверлил зачистил заварил четыре оборванных точки сейчас зачистим на алиэкспресс покупал две фрезы их восьмерка и шестерка там что-то hss cobalt по моему пока шестерочкой работаю восьмерка еще ничего не работал хорошие фрезы по крайне мере шестерочка хорошая фреза очень хорошо сверлик как раз под сварочку зачем десяточка если так все пропален потом получаются по сути небольшие такие точки сейчас зачищу под рихту им еще немножко еще немножко нам осталось с вами дальше вырванная 1 вырванная 2 вопрос а где где она потому как на защите нету значимо держалась вопрос защита держится на четырех зачем там еще одна шпилька попробую сейчас полезю себя на машине посмотреть и надо где-то ромки найти эти шпильки они сто процентов оборванные были вот где-то сто процентов я когда-то оторвал ее когда рихтово а тут обычная резьба если чё и нам надо с вами еще две резьбы приварить кронштейн застучал еще когда тянул середине цинковый поднище а все что наружка у пол где-то там есть эпоксидный грунт сейчас шпильки потом да я не как это никак не дойду к этому месту что его подлифтовать надо а я вот чуть никак не доберусь до него типа напоследок оставил полдня точно протерла тут спрашивал там комментах ты массу отсоединяешь когда машина заехала я плюс отсоединил он удобней был а потом когда начал варить ну еще не варила собирался дай массу отсоединяю отсоединяю прошло там пару часов времени я собрал салон а ну снял автомобиль со стапеля здесь суммы собрали здесь собрались здесь она такая поломанная что если ее ну тут клипсы эти оторванные ее надо после покраски хотя бы на какой-то герметоз засадить потому что если я поставлю то но она отвалится это стоит нормально тут отверстие помните у нас была овальная немножко овальная здесь мы собрали 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 в салончик собрали эту планку не такая система защелок немножко тупенька они вот такие знаете и всегда когда ну я имею ввиду они железные всегда когда бочинки снимаешь как правило пути от острички которые в пластик должны впиваться они выгибаются наружу то есть они как блин полу одноразовые поэтому я не стал его защелкивать это там что то ромка разбирал сам но есть у нас чуду приколы всякие там сучки кнопка я не знаю просто шанс проводка еще мне делать то есть пока как бы много вопросов потому что если надо машину уехала на малярку все даже салон не надо было собирать там дни часа украсть надо шпильки приварил защиту поставил выхлопуху поставил я ведь его знают зачем это шпилька тут по центру тоже приварил а здесь я виброй лип липкая вот вибра спыжи с кенга оставалась первом полоска вибра и засаженная потому как где-то есть пробка с нее разорванная поломанная ну пробку я щас не засажу к сожалению она так это была пробка потерялась пробка осталось у нас запчасти с крышки защиты которые тоже смог смысла ставить я думаю вообще нету все равно что дно надо красить там по идее дальше пластик кусочек тоже смысла нету ставить тем более тут такие защелки полуодноразовые они сейчас панели 3 1 не было кстати наверно когда ромка разбирал может где-то здесь татьяна и есть тоже железненькие если я сейчас просто поставлю то ну короче где-то она есть то потом фиг кто-то их отсюда выщелкнет поэтому не ставил до киндегана к бамперу и отношения по моему сильно не имеет я бампер там еще не знаю будем ли мы бампер тут кривой ставить думаю нет как бы автомобиль уже готов салончик сотен тут все вот как было так оно и есть только вопрос теперь у нас тут куча куча вопросов как ромка повезут домой крышку потому что изначально ромка сказал транспортной компании и отправит фиг его знает ромка отдаедет нет я ромки предлагал салон попытаться засунуть он не хочет я просто вот смотрю вот эту вот этику вот такой щас вот так да вот так вот по идее она должна залезть так но ромка не хочется ра ну и как хочет ромка сказал вы режим не стекло я ромки стал приедешь понедельник сядем утром и будешь сам вырезать вон поломана эта штука потому что 100 стеклов их нормально вырежешь плюс ромка очень просит тонировочку сохранить поэтому ромка приедешь сам вырежешь дальше бленда не подключена я их его знает может вы проводку с крышки дернем хоть как-то она тоже да у тут проводки сейчас вот эти все клипсы поломаем если будем туда-сюда эту в общем не знаю что он делать с проводкой еще угу ну как бы по уму да дать машину на малярку машину покрасит потом кто стекло будут клеивать стекольчики вырежет сразу вклеят кто электрика будет заниматься там ну кто не был ромка да к примеру крышку поставил пофотал пофотал как бы я так делал быстренько отщелкнул пошел шелкнул то есть все по месту переставляешь с крышки моторчик сюда 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 ну вот тот случай когда вам говорю я всем говорю что если машина с другого города добавляют в кучу гимора лишнего потому что если была местная все забирайте переезжайте бусиком крышку забирайте машину забирайте готово я просто целом были частично не собирал все равно будут разбирать но так как город днепр она уезжает город днепр пройдет днепром но частично было собрать собрали частично частично а чё у нас тут сделано с ромка стопы с тобой а ну просто не знаю здесь стопы или не стопы или это только поворот возможно проводку еще перекинем а еще я столкнулся с проблемой не проблема нюанс у нее я когда крышку вживлял первый раз что-то мне не понравилось вот как она в центр заходит замочка я же сперва без амортизаторов потом ровненько ну как бы настроил ровненько потом когда амики поставил как-то перекашивать начало я сейчас только понял почему потому что вот один амик у нее газоупор да а то нет то просто мотор и если сейчас тот снять она таки будет держаться а если этот снять то она будет падать тот то не амик вот только один амик и получается ты ее когда закрываешь у тебя все время вот это давит один она еще и без стекла это плохо конечно что один а когда привод работает он же давит да ну если когда будут работать он давит а этот сопротивляется и вообще по идее выкручивает ну то особенность автомобиля такая когда у меня что-то не получается я обращаюсь к техничке и вам показываю техничку к примеру десятый зазор между фонарями что у нас там было 4.7 плюс минус два с половиной миллиметра то есть примерно пять миллиметров там плюс минус два ну короче около пятерочки что у нас получилось у нас до шести вот тут чуть больше как-то я не знаю как оно получилось смотрите вот здесь вот ровно видно нет сейчас а здесь как-то клин пошел и как этот клин а так нормально и как этот клин убрать я ума не предложу ну и здесь наверное миллиметров пять-шесть я думаю уложились в зазоры что там еще бампер ну бампер ставить я говорил не знаю ну в общем по идее все по идее и готов автомобиль но только в эти моменты там проводки и не проводки думаю с ромкой согласуем ей и и и и я уже финалочку с ним поехал покатаюсь на топору посылок получить и кое-что отправить вот все мы починили ой ромка там еще надо скотчем тебе это стекло залепить ну тут ну потом вместе залепим или клеенкой обвернем сильно и скотчем или ну чтоб ты доехал ну пока не все я согласую по сборке и если что потом зафиналим может еще кстати не конец может еще что будем продолжать может еще и завтра будем что-то с ним делать не уверен ну а пока все давайте пока прервемся парень у нас финалочка я там у ромки спросил будем ли заднюю эту подсоединять как она называется я на нее забываю вечно сейчас а бленда вот умное слово бленда ну типа там что то в ней работает он сказал что у него же бомж комплектация он так и написал бомж комплектация это бленда вообще не рабочая у него хотя если люди у них какие то есть ну это не важно он сказал не надо ну да все бленда пофиг ну там не пофиг там другое слово я перевел нет у меня бленда вообще не работает в моей комплектации ну комплектация бомж бомж не самым мне там вообще удивляюсь кто у нас сервопривод поставили что ногой мотыляет что она работала поэтому ничего больше не будем завтра мы ей заниматься понятно не будем завтра я ничем заниматься не буду выходной у меня законный наверно я буду порядки тут наводить на основном канале видосы не будут на локканале может будут ну что она уезжает в понедельник ромка приедет мы с ним там ерундой пострадаем что-то там послаживаем наверное или что мы там стекло будем вырезать не будем фиг его знаем спонсор нашего сегодняшнего этого фрагментика финалочки лебедев миха или лебедев который крышку продал и панель а может панель не он продал ну крышку он продал то есть миха нам на эту машину запчасть поставлял и миха нам прислал две решетки в бампер это на серебре решет и проводка основная которая 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 мне нужна на серебристых дамик вот это туда подсоединяется все правильно это вот в машину а это вот другая новая проводка сюда подсоединяется это сигнал это туманка и пошла еще туманка трех до дхо три провода все верно мих вот это моя проводка и еще спонсор этого минутного ролика александр с германии или с польши который продает запчасти на бушные форды ссылку михи и александра скину запомнили миха продает новый александр бушный саня штекер прислал только я посмотрю тут немножко закисло все в грязюке он не смог отсоединить поэтому он целый датчик абс прислал сань ну спасибо за датчик абс александр все всем удачи всем покеда всем счастья здоровья всем я не знаю до когда я тут был на истовом так там это у них рифтовщик вообще ушел уже в отпуск и сказал 15 будет после всех праздников вот как люди работают а мы с вами как дебилы 30 работаем 31 еще тут тусуемся 2 работаем дебилы ну я про себя а не про вас вы классные у меня всем счастья здоровья всем покеда всему телеграмму сообществу по этим машинкам про вет завис немножко я думаю ничего не забыл не забыл всем покеда